Евгений Куевашев считает, что для Свердловской области День защитника Отечества – особый день. Его по праву считают своим не только военнослужащие, но и семьи ученых, рабочих, инженеров, работающих в оборонной промышленности. Об этом глава региона сказал на торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества, которое состоялось в окружном Доме офицеров. В мероприятии приняли участие руководство военных и силовых ведомств региона, ветераны войны, боевых действий и военной службы. Быть солдатом России – высокая честь и огромная ответственность. Губернатор подчеркнул, что армия является стержневой основой государства, хранителем опыта, традиций и патриотических ценностей, лучшей жизненной школой для молодежи. В душе каждого из нас живет особое трепетное отношение к этому дню. Это чувство огромного уважения к участникам Великой Отечественной войны, к рядовым и офицерам российской армии. Ко всем, кто достойно и честно выполнял свой воинский долг, сражаясь в Афганистане и на Северном Кавказе, и в других горячих точках. И тем, кто сегодня защищает интересы Отечества, противостоит угрозам международного терроризма и экстремизма. Губернатор отметил, что предприятия Свердловской области вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, в создании современных видов вооружений, упроченнее доброй славы уральского оружия, которое во все времена было гарантом безопасности России. Мы поддерживаем самые тесные дружеские связи с нашими подчеркновенными кораблями на Северном и Черноморском флоте. Развиваем партнерство с городом русской славы Севастополя. Воспитываем молодое поколение защитников Отечества. Эта работа уже дает свои результаты. Сегодня мы видим явный рост в качестве подготовки уральских призывников. Губернатор подчеркнул, что в регионе увеличивается количество молодых людей, стремящихся по окончанию школы поступить в военное образовательное учреждение. Почти 900 ребят подали соответствующее заявление в отделы военного комиссариата Свердловской области и проходят предварительный отбор. Большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения вносят ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и военной службы. В честь Дня защитника Отечества глава региона наградил благодарственными письмами и ценными подарками особо отличившихся военнослужащих. За образцовое исполнение служебных обязанностей, большой вклад в укрепление обороноспособности страны, развитие военного потенциала Свердловской области, благодарственными письмами губернатора награждены начальник войск противовоздушной обороны и авиации Центрального военного округа генерал-майор Виктор Двойнов. Начальник штаба Центрального военного округа полковник Забит Хейербеков. Заместитель начальника ракетных войск и артиллерии, начальник оперативного отдела управления ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа полковник Олег Киседобрев. Заместитель начальника управления, начальник отдела управления по работе с личным составом Центрального военного округа подполковник Николай Данилов. Ценным подарком награждены заместитель начальника штаба Центрального военного округа генерал-майор Сергей Камбаров, начальник авиации и заместитель командующего армией по авиации управления 14-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа полковник Владимир Куценко. Командующий войсками ЦВО Владимир Зарудницкий отметил, что Урал может гордиться своими военными. Свердловчане всегда доказывали и продолжают доказывать свою боеспособность, возможность соответствовать самым современным военным требованиям. 23 февраля мы отмечаем как общенародный праздник, день сильных, мужественных, твердых духом людей, способных защищать свою страну от всех опасностей и вызовов. Поздравляю защитников Отечества всех поколений, желаю мира и добра, новых успехов в службе и жизни, здоровья, благополучия и всего самого доброго. В Артемовском городском округе в эти праздничные дни будут поздравлять тех, кто с честью отдал свой долг по защите Родины, как в мирное время, так и в тяжелые периоды ее жизни. Ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, участники локальных вооруженных конфликтов – все они достойны уважения и чести называться примером для подрастающего поколения. Наш небольшой муниципалитет со времен Гражданской войны не находился в зоне боевых действий, однако его уроженцы всегда были готовы встать на защиту отчизны, даже ценой собственной жизни. Мирное население в годы Великой Отечественной войны, как и все, трудилось по принципу «все для войны, все для победы». Именно у нас был сформирован ставший легендарным поезд победы в фронтовые годы, перевозивший сотни раненых. В нашем небольшом муниципалитете много делается для того, чтобы юные артемовцы выросли настоящими патриотами своей страны, способными не на словах, а на деле доказать это. Благодаря работе тех, кто знает о войне и армии не понаслышке, наши ребята вырастут достойными продолжателями традиций своих отцов и дедов, которые не раздумывая вставали на защиту нашей великой Родины и своих земляков.